Сегодня удивительный день. Я сегодня побывал в городе Монтрео, где стоит памятник Фредди Меркури. А сейчас крапкаюсь в сердце Альп, еду в сторону итальянской границы, продираясь по швейцарским горам. Там вот дорога, она прямо построена на склоне, то есть она не вырублена, а сделана в виде моста такого длинного-длинного. У меня тут кругом одни обрывы и перепады, а там спереди мои любимые снежные горные вершины. Замечательный солнечный день, потрясающая дорога, виды живописнейшие и, блин, я просто в бешеном восторге. Ну и с учетом... Тихо, не скрипи. И с учетом ситуации, которая сейчас развивается в Италии, дорога на Италию практически пустая. Там снизу был указатель, что меня ждет снег. Но, в общем-то, надеюсь, я смогу эти вещи преодолеть. Ну и Италия... О, Италия. Швейцария, конечно, сырная страна. Не в том плане, что здесь любят различные кисломолочные продукты или ферментированные, как он там считается, сыр этот. А в связи с тем, что Швейцария сама из себя представляет один большой сыр, люди нарыли в ней тоннелей. И, блин, тут через каждые 200-300-500 метров очередной тоннель. И так вот ездишь, такой жык-жык-жык-жык, только в голове эти тоннели мелькают. Но сейчас они немножко кончатся, сейчас мы поедем по такой... Виадук, фактически один сплошной виадук. Солнце в глаз, плохо видно. Ну, сейчас поднимемся повыше, может быть, лучше виды будут. Я не знаю, что видно, не видно, но оцените дорожку. Прямо так вот, над пропастью. Ну, не воржея, получается, в лесу, над пропастью в лесу. Да что ты все хрустишь, блин, недовольная. Очередной тоннель. Надо было помыть стекло, конечно, прежде чем снимать такие животрепещущие виды. Но что-то я не подумал. Может быть, будет сейчас парковочка, надо будет сполоснуть стеклышко. Ага, сейчас солнце должно быть не в лоб. Какие великолепные горы. Какое безобразие. Почему я не могу остановиться и забраться туда? Ну, я туда даже не заберусь, я даже и не пытался бы туда залезть, потому что там уже без снаряги делать совершенно нечего. Обалденная дорога, смотрите, какая прелесть, а. Класс, класс как класс. Да, Швейцария удивительно красивая страна. С горами и с природой ей повезло, как никому, наверное. Мост там такой. Супер. Конечно, тем, кто высоты боится ездить здесь, противопоказано. Но я получаю истинное удовольствие от езды по таким дорогам. Кстати, можно было сюда завернуть. Что-то я лоханулся. Ага. Мне сюда точно не получится. Сюда грузовик не влезет. Ладно, сейчас будем что-то думать. Дорога просто мечта поэта. Снег лежит по бокам. Главное, что не на дороге. И я тут такой серпантинами карабкаюсь в горы. Высота уже порядка полутора километров. Но, во всяком случае, не видно, 1490 показывает мне мой навигатор. И вот. Ага. Остановка. Да и бог с ним. Я думаю, что меня простят. Надо помыть стеклышко. Плохо видно. Сейчас я этим займусь. Вот такие вот обрывики. Вот такие вот серпантинчики. Потрясающая дорога. Высота уже 1700 метров. На грузовике удивительно легко крапкаться в гору. Это вам не на велосипеде. Даже не пешком. 480 лошадиных сил запряженная в моего дафа. С легкостью поднимает его в эту горку. Тем более, что я еду на загрузку. Соответственно, я пустой. И вот. Швейцарцы вообще молодцы. В таких местах прокладывают дороги, что просто дух захватывает. еще немного и я достану вот этих вот облаков, которые надо мной клубятся. Я буду клубиться прямо вместе с ними. Внутри них. Обалдеть. Обалдеть. Я давно мечтал побывать в таких местах. И вот, наконец-то, мне удалось это сделать. Единственное, что на стекле плохо отмылись эти весенние мухи. Видно, за зиму их кровь там как-то приобрела удивительно клейкие свойства. И, блин, просто так ее не отмыть. Надо оттирать и оттирать. Но за бортом сейчас коля нуля, поэтому удовольствия мало. Вот такая парковочка здесь. Что это здесь происходит? места здесь как раз для прогулок и восхищений. Я, когда менеджеру сказал, куда я поеду, он говорит, ой, а мы там никогда не ездим. Я говорю, ну, проверим тропку. Ну, вот я, в общем-то, сейчас этими занимаюсь. Вот туда я прямо на перевал вот на тот буду крапкаться, судя по ощущениям. Вот туда, в ту седловинку. И там уже там уже начнут спускаться с обратной стороны. обалдеть. Класс. Ну, вот я вскрапкался на высоту практически уже двух километров. Даже немногим выше. Еду по такому полутуннелю. Навигация пока не знает, где я, но так по ощущениям уже два километра и выше. За бортом три с половиной градуса ниже нуля. я, как и говорил, достиг уже облаков. Вот они. Здесь уже. Вот они уже. Тут уже. Удивительная дорога. Я потрясен. На самом деле. Даже какие-то съезды куда-то тут есть. сзади сзади меня плетется легковой грузовичок и века и стесняется обогнать. Но на самом деле я бы тоже тут постеснялся обгонять, потому что условия для обгона просто отсутствуют. зрелища и вот это просто завораживает. Сочетание великолепных гор и инженерных решений швейцарца вот этих вот туннелей. Убалдеть. Я это видео снимаю для себя, наверное. Я когда стану старым, седым, толстым, морщинистым, буду сидеть на диване и рассказывать скрипучим вредным голосом детям, точнее внукам. Смотрите, где ваш дедушка ездил. Потому что вряд ли здесь получится проехать когда-нибудь еще раз. Эта дорога находится, как я уже сказал, вне наших основных маршрутов. Вот, кстати, тут туристы бродят, снимают сосульки на фото и видеокамеры. И вот это, судя по всему, уже перевал. тут отель, область снегов, потрясающе, ага, подъемники тут есть, почему-то не работаю еще сейчас. 50. А я сколько еду? Я по идее столько и должен ехать. Снега тут навалом, тут ого. Короче, вот такие вот они швейцарские горы Альпы. очень красивые. Дорога потрясающая. Вот, как-то так. И вот, я только что проехал знак, интересный знак, впервые такое видел. Спуск 19 километров. Теперь я буду 19 километров спускаться с горки. Обалдеть можно. Ну, и дорога, конечно, уникальная. Конечно, зимой сюда лучше не соваться. Зимой здесь крайне сурово, снежно и скользко. Ну, а сейчас, сейчас здесь тоже, кстати, минус пять с половиной. Внизу я там ездил в районе Женевского, вон озеро было плюс шесть, а здесь вот такая вот халадрыга. Ну, и, конечно же, прекрасная Альпа. Я прям в оцепенении. Главное, никуда не въехать. Не туда, куда нужно. А ехать туда, куда нужно. Ну, вы поняли. в общем. Так, ну, наверное, на этом пока все. Как обычно, с одной стороны в горах солнце и замечательная погода, а с другой облака. И вот, я сейчас переехал в облачную сторону, поэтому там уже солнца не будет, а может быть даже и снег, потому что что-то уже падает. Ну, вот как-то так. Ну, и вот вот такие вот потрясающие серпантины. Прям, красота невероятная. накручиваем такие петли очень узкое ущелье и прям, блин, дорога чуть ли не друг от рук себя наматывается. Там сзади меня скопилось несколько грузовиков с горящими итальянцами. Они привыкшие к горам. Мастерятся здесь, устраивают мастер-классы, ну, а я так не спеша скатываю из горки, наслаждаюсь видами, окрестностями, ну, и прочей штукой. Шикарнейшая дорожка вообще. Удивительный первый раз за все время, что я езжу, я встречаю такую красивую дорогу и такое красивое окружение. Я просто в восторге. Это уже граница, где-то тут скоро будем границы подъезжать. Ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok